Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском у Марти Кеев. Коротко о некоторых темах. В прошлом году 66% выявленных в Черкесске онкологических заболеваний обнаружено на первой и второй стадии, что выше уровня предыдущего года на 2%. Группа компаний Домоте завершает подготовительные работы к весенней посевной кампании. Более десятка гидрологических постов будет задействовано в Карачаево-Черкесии для контроля паводков. Боксеры Черкеска завоевали 5 золотых и 3 серебряных медали на открытом турнире среди юношей. Далее об этих и других темах подробнее. 31 марта в Большом зале Дома правительства состоится очередная 46-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. На рассмотрение утверждения региональных парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в числе которых о порядке размещения обобщенной информации, об исполнении депутатами Народного собрания, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах, о нематериальном этнокультурном достоянии в Карачаево-Черкесии, а также о внесении изменений в региональный закон, об установлении порядка определения органами весного самоуправления, дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, а также другие законопроекты. В станице Преградной на базе местного отделения социального фонда открылся первый в Карачаево-Черкесии центр общения для людей старшего поколения. Это площадка для тех, кто в зрелом возрасте намерен вести активный образ жизни и получать новые знания. В комфортных условиях пенсионеры могут проводить свой досуг, изучать компьютер, слушать лекции, мастер-классы или просто общаться между собой. Подробности сообщил заместитель управляющего социальным фондом России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов. По Российской Федерации социальный фонд открыл на сегодняшний день около 100 таких центров в 73 регионах. И мы вот сегодня 74 регион, которые тоже вступили в эту программу. И я надеюсь, что центр, который сегодня мы первый открываем, это будет не последний центр в Карачаево-Черкесии. 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаево-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Карачаево-Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. В Черкесске прошел семинар для молодежного актива Карачаева-Черкесии, спикером которого стал главный специалист-эксперт управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Иван Шкатов. Сам семинар был посвящен ключевым направлениям работы Федерального агентства и программам, реализуемых Расумолодежью. Подробности сообщил заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Это событие направлено на то, чтобы можно было у наших активистов, у тех, кто так или иначе связан с реализацией молодежной политики в нашем субъекте, повысить уровень осведомленности о федеральном контексте молодежной политики, чтобы благодаря такой осознанной картине они могли, соответственным образом, планировать свои события, свои мероприятия и вовлечение в орбиту деятельности молодых людей в соответствии с тем, как они, в конечном счете, смогут использовать повестку федерального уровня для повышения уровня мотивации, включенности, вовлеченности в процессы. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма, посвященного герою России, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Фильм рассказывает о том, как Канамат Хусеевич шел к своей заветной мечте стать военным, о ее воплощении через трудности и преграды. О том, как он достиг необыкновенных профессиональных высот, как еще при жизни стал легендой. Честь, долг, совесть, любовь к родине для Баташева были главными жизненными ценностями. Документальный фильм об отважном летчике сняли представители киноучреждения Кубанькино Краснодарского края. Группа компании «Домате» завершает подготовительные работы к весенней посевной кампании в Северокавказском федеральном округе, где Агрохолдинг развивает проект по производству баранины. В этом году «Домате» засеет более 4 тысяч гектаров земель в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Это на 33% больше, чем годом ранее. Весеннюю посевную будет засеяно порядка 2 тысяч гектаров, в частности, полторы тысячи в Ставропольском крае и 500 гектаров в нашей республике. Посевная стартует в конце марта и пройдет согласно графику. Растеневодческое направление позволяет компании формировать собственную кормовую базу для откорма овец. Основными сельхозкультурами в обороте являются кукуруза, ячмень и пшеница, которые имеют высокую питательную ценность при составлении рациона кормления овец. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального погрануправления. Работы там стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, обязательно урны для мусора, а также появятся малые архитектурные формы. А уютный теплый свет в вечернее время обеспечат 10 фонарей. Информацию комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкесска Руслан Жукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею, так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство, поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. В Черкесске состоялся четвертьфинал 10-й Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаевой Черкесии», в котором приняли участие 45 десятиклассников республики. На дорожках в конкурсах русского языка и красноречия в девяти агонах приняли участие 27 агонистов. Из них шесть стали победителями и вышли в полуфинал. Теоретики, отвечавшие на вопросы и набравшие наибольшее число орденов и медалей, станут агонистами и примут участие на дорожках в полуфинале. В итоге к участию в полуфинале олимпиады допущены 37 участников. Из них 18 в качестве агонистов, 19 человек в качестве теоретиков. В полуфинале 10-й Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников будет проведено шесть агонов. Его темой станет 80-летие со дня кончания Сталинградской битвы. Состязания пройдут 29 апреля в студии ГТРК «Карачаево-Черкесия». В Черкесске прошла военно-патриотическая акция «Сила в правде Z». В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» вблизи стадиона «Нарт» был развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов города. По итогам прошлого года 66% выявленных в Черкесске онкологических заболеваний обнаружены на первой и второй стадии, что выше уровня предыдущего года на 2,3%. Более ранняя диагностика существенно повышает шансы на полное выздоровление. Показатель первичной онкологической заболеваемости в городе в прошлом году вырос на 12% по сравнению с позапрошлым годом. Удельный вес от общего числа выявленных случаев 39,5% приходится на рак органов мочеполовой системы, на втором и третьем местах – рак кожи и онкология желудочно-кишечного тракта. В 2022 году было зарегистрировано 257 случаев онкозаболевания. По словам начальника отдела здравоохранения мэрии Черкеска Тамары Хохандуковой, в городе больше всего растет заболеваемость раком кожи, молочной и предстательной желез. С начала этого года в Черкесске снесли 23 незаконно установленных объекта. Из них 17 нестационарных торговых, 4 ограждения и гаражи, и 2 некапитальных сооружения. Часть объектов была ликвидирована владельцами самостоятельно. Сотрудники отдела по контролю за использованием земель мэрии города на постоянной основе ведут работы по выявлению незаконно установленных объектов. В основном с улиц убирают гаражи, нестационарные торговые объекты, шлагбаумы, заборы, павильоны и силомеры, которые установлены без разрешения. В прошлом году на территории республиканской столицы было ликвидировано 64 объекта. В рамках празднования Дня водных ресурсов 28 марта в республике пройдет первая в этом году экологическая акция по уборке берегов от мусора «Вода России». Мероприятие состоится на берегу реки Кубань в Черкесске, в окрестностях Псышского моста, на площади порядка 3 гектаров и на береговой линии протяженностью более 2 километров. В акции примут участие более 200 человек – это сотрудники регионального Минприроды и подведомственных учреждений, студенты, волонтерские и общественные организации, а также представители федеральных органов власти и бизнеса. Больше десятка гидрологических постов будет задействовано в Карачаево-Черкесии для контроля паводков. По данным Главного управления МЧС Республики, наиболее паводкоопасный период в регионе прогнозируется на лето. Из двух паводкоопасных периодов – весеннего, который приходится на март-май и летнего июня-август, наиболее опасным является летний паводок, обусловленный интенсивным таянием ледников с наложением выпадения обильных осадков. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Карачаево-Черкесии, в частности, будет задействовано 13 гидрологических постов Росгидромета. Боксеры Черкеска завоевали пять золотых и три серебряные медали на открытом турнире среди юношей. В станице Суворовской прошел открытый турнир по боксу среди юношей. В соревнованиях принимали участие воспитанники спортивной школы номер 4 Республиканской столицы. Блестящие результаты показали воспитанники тренера Артура Кячева. Золотые медали завоевали Аслан Тхагапсов, Керам Кипкеев, Альберт Дегтярев, Ахмед Дышеков и Руслан Тхагапсов. Три серебряные медали в копилку команды принесли Адам Кумоков, Амиран Чимов и Малик Гумб. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Карачаево-Черкесия. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 21 градуса. Карачаево-Черкесия. Погода. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.